Инферно! Кто вообще снимает такие фильмы? Кричали люди на выходе из кинотеатра Ну вообще, для того, чтобы узнать эту информацию Достаточно набрать startfilm.ru И там все подробненько написано Или посмотреть этот обзор Здесь мы тоже все подробненько расскажем Смотрим обзор Вот ведь какой парадокс В Инферно 2016-го было много чего примечательного Живописные панорамы городов Красочные интерьеры храмов Том Хэнкс контуженный А запомнилось большинство на выходе Что герои весь фильм бегут А ты зачем бежал? Так что если вам в ближайшее время Кто-то будет пересказывать кино Где множество забегов Это не про марафонцев фильм Это Инферно А вообще, кто знает Может быть создателем случайно попался трек Валерия Леонтьева И они восприняли его как прямое руководство к действию Все бегут-бегут-бегут-бегут-бегут-бегут-бегут-бегут-бегут-бегут-бегут Ладно, давайте разберемся Кто бежит, куда бегут и зачем Известно, что у человека есть Только три двигателя Которые заставляют его действовать Это еда Это размножение И это доминантность И как вы думаете, какой же из двигателей сработал у чувака, который заварил всю эту инферно-кашу? Да, для тех, кто не в курсе, что фильм снят по книге Дэна Брауна, поясню. Учёный, миллиардер, внезапно проникся со страданием к матушке-земле, вынужденный кормить почти 8 миллиардов спиногрызов, и решил количество этих дармоедов проредить. Всё просто. Он изобрёл вирус, который должен выкосить большую часть населения планеты. В общем, учёный этот вирус прячет вместе с бомбой в тайное место и кончает с собой. Но своей подруге он оставляет кучу подсказок того, где расположена эта бомба. И вот тут-то вся беготня и начинается. И всё это как игра в 12 записок. Только территорией игры становится весь мир, точнее, несколько туристических городов. Это испытание персонально для вас. Он создал вирус. Не знаю, стоило ли так пыжиться, изобретать какой-то вирус, закладывать бомбу. Ну, поставило бы пару палаток с шаурмой, эффект был бы тот же. Но ладно, это ещё не конец истории. В игру против усопшего террориста включается особое подразделение Всемирной Организации Здравоохранения. И для этого им необходим профессор Лэнгтон. А где профессор? А он в итальянской больнице. Только что очухался. Без памяти и с огромным шрамом на голове. Без памяти-то он без памяти, но при этом прекрасно помнит все научные выкладки по истории искусств и символизму. Какая же хорошая в кино всегда амнезия, оставляя только то, что нужно для сюжета. У вас черепно-мозговая травма, воспоминания, видения, всё смешалось. А дальше симпатичный врач помогает профессору сбежать из больницы и бегут они, прям как на постере. Бегут, бегут. Все бегут, 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 бег На этом все. Если вы с нами не согласны, пишите об этом в комментариях, ну а если согласны, ставьте большой палец вверх. Друзья, каждую неделю на нашем канале выходят свежие обзоры фильмов, а также подборки по жанрам и топы, поэтому подписывайтесь на канал Стартинец, чтобы быть в курсе всего самого интересного и полезного.